МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот год для нашего регби должен стать во многом определяющим. Новое руководство федерации, громадье планов на местах и оптимистичный взгляд в будущее. А иначе не стоит и поля городить. Кирилл Маслаков и его уния от недостатка амбиции не страдают. В числе ближайших задач значится создание полноценной команды по классическому регби, которая совместно с Тересполем сможет принять участие в польском чемпионате 2-го дивизиона. Для Брестского клуба Тересполь стал вторым домом, потому что мы находимся в 7 километрах езды, на велосипеде для нас открыты границы. Мы ездим на домашние матчи, на велосипедах за полчаса проходим границу. Мы приглашаем, в общем-то, брещан, да вообще кого угодно, поехали с нами на матчи, едьте с нами в качестве суппорта. Мы всегда рады, всегда, так сказать, за то, чтобы ехать большой компанией, во-первых. Во-вторых, нам руководство города ни разу не сказало нет. Нужно было убрать беговые дорожки со стадиона, убрали. Нужно было договориться насчет семинаров, насчет встречи с мэром. Нужна была помощь, нужно проводить семинары, допустим, те же тренерские. Нам всегда рады, у нас есть отличная база, отличная поддержка. Нас ценят, нами дорожат. Это бесценное сотрудничество, которое очень не хочется терять. Мы будем продолжать играть в Польше. Будем учитывать, прежде всего, интересы белорусского чемпионата. Но будем договариваться, чтобы мы смогли сохранить польскую команду. И если с семеркой у Брещан опыт имеется, то с пятнашкой получается терра инкогнито. Проблем не ровно в два раза, а иногда кажется на порядок больше. Но Маслаков не сдается и старается создать главный ресурс – людской. С этой целью было решено провести большую показательную тренировку, на которую явились почти все, кто видит себя игроком с Денисом. Из новостей – появление в местном регби деятельного энтузиаста, председателя Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области, Дмитрия Пескова, который знаком почти всем чиновникам и тамошнего национального олимпийского комитета. Его интерес к этой самобытной игре может принести немало пользы общему делу. На самом деле, это интересный вид спорта, который нужно развивать. Он особенный вид, и мы знаем, что благородный вид. Что, если даже взять историю, историю Беларуси, вот вы знаете, что, скажем, племена, вот Кривичи, Дреговичи, Рабьедимичи, вот именно, скажем, того времени, которые находились на территории этой страны, друг у друга забирали еду. Вот. И, конечно же, так и может сказать, и регби появилась на территории Беларуси. Ну, конечно, Англия более, скажем, продвинутая была в то время, да, скажем, Великобритания, и потом уже, скажем, 18-19 век они это зафиксировали. Это считается английский вид спорта, благородный вид спорта, спорт лордов, конечно, который вошел в нашу историю. Вот. И я еще считаю, что не нужно путать регби с американским футболом. Это два разных вида спорта. И регби вообще олимпийский вид спорта, который нужно развивать и поддерживать. Для лучшего приложения энергии таких людей, как Песков, было принято решение о создании Брестской федерации регби. И уже есть конкретный план действий. Уже есть наметки, где будут формироваться поля для регби по территории Брестской области. Уже определены объекты, которые будут развиваться. Это поле, где мы находимся, тоже будет в перспективе реконструировано. Тут будут дополнены определенные опции. Объединить как можно больше молодежи, именно сплотить, объединить их в регби. Ну и, конечно же, тоже можно сказать про Гродненскую область. Потому что вот не так давно мы были на заседании федерации, где было обозначено то, что Гродненская область славится юниорским регби. Регби-юнион. И, скажем, нужно тоже их подтягивать. И мы тоже готовы оказывать полное содействие Гродненской области. Похоже, что в паре с генератором идей Кирилла Маслакова, энергия будущего председателя Брестской федерации может придать неслабый импульс развитию регби в регионе. И значение личности лидера унии в этом деле ему прекрасно известно. Я хочу сказать, что это один из сильных тренеров Республики Беларусь. Регби, конечно, он, скажем, может сплотить вокруг себя молодежь. Они его слушаются, понимают. И, конечно, это локомотив, который тянет за собой, можно сказать, всю Брестскую область. Статус олимпийского вида спорта делает регби более значимым в глазах ответственных людей. Во-первых, к нему есть интерес со стороны органов исполнительной власти и, скажем, управления спортом. И, конечно, я думаю, в перспективе мы создадим крепкую, сильную команду, которая может заявить о себе не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами. К этому мы будем стремиться. Мы же, со своей стороны, выражаем уверенность, что с должным отношением к делу Брест станет примером для остальных регионов Беларуси, где есть свои энтузиасты регби. Зарождение этой замечательной игры на просторах страны происходит на наших глазах. Фактор силы следит и будет следить за процессом. Смотрите регби в программе Фактор силы! Фактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова